здравствуйте ну про агросигнал собственно подтвердили что агросигнал одна из самых известных систем и действительно существует с 14 года когда мы запустили его первых клиентов начинали мы с простой идеи о том что при помощи автоматического сбора данных можно улучшить управляемость предприятием улучшить его результативность и сегодня я бы наверное хотел сказать в первую очередь не о функциональности системы хотя бы тоже немножко затрону да но о том вообще зачем нужны цифровые продукты и управление предприятием управления фарм менеджмент так называемые да и что они дают ну вот на текущий момент секундочку вот я на говорил начинали с 14 года сейчас мы занимаем достаточно лидирующие позиции на рынке кстати если говорить про аграрные вузы то у нас десятки вузов с которыми мы сотрудничаем по разным регионам аграрные именно вузы и открываемые классы и оборудуем подсобное хозяйство в этих вузах то есть они все работают и учат на базе агросигнала можно следующий слайд и географически то есть мы сейчас в систему заведены 8 миллионов гектар это сотни предприятий по всей россии казахстану и достаточно широко система представлена люди получают результаты система постоянно меняется можно следующий слой функционально то есть у нас выпускаются каждые две недели выходят обновления выходят новые функции система изменяется как функционально так и внешне мы постоянно развиваемся охватываем все более и более разные участки предприятия можно следующий слайд вот и цикл производства в том числе то есть у нас сейчас полный цикл там от планирования что о чем я сейчас тоже поговорю до подведения итогов то есть все делается в системе следующий слайд пожалуйста и пользуются системой все подразделения предприятия то есть ну понятно что начинали мы может быть с руководителей и с технического персонала которые изначально пользовались но сейчас этой агрономы это и экономисты юристы там с точки зрения кадастра и сейчас механизаторы активно начинают подключаться к системе с мобильными приложениями и кстати вот красной нитью вот о чем мы говорим про человеческий фактор да то есть во многом цифровые системы в россии по крайней мере они сильно направлены решение проблемы человеческого фактора почему потому что вот в предыдущем как раз докладе было про то что если мы запланировали определенную урожайность то любой этап выполнения операции он может повлиять на это урожай естественно в негативном плане понятно что есть погодные факторы есть те факторы только на которые мы повли вообще влиять не можем но очень много ошибок людей ошибок людей которые влияют на снижение урожайности и вот задача цифровой системы принять правильное решение предотвратить принятие неправильных действий персоналом для того чтобы нарушение исключить но и естественно речь идет еще и про снижение затрат за счет учета собственно непосредственно учета происходящего да то есть мы начинали как раз я как я говорил что мы начали учитывать работы автоматически то есть мы по сути создаем некий цифровой такой двойник то есть видно там что происходит на полях след дальше можно слайд можно течь вот вся информация с историей работ все это происходит в реальном времени по сути все что происходит видно здесь и сейчас дальше то же самое в мобильном приложении которые доступны руководителям да 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 работе нет эта информация которую мы собираем она попадает в 1с и попадает собственно бухгалтерский учет в управленческий учет давайте так поговорить следующий то что вот говорилось про простое про учет простоев и причин простоев про аналитику очень важный фактор который влияет на производительность учет движение готовой продукции важный момент для того чтобы мы не потеряли то что вырастили причем опять же если говорить сейчас про ситуацию с недостатком персонала сейчас мы запустили вот буквально на днях у нас вышло одно из направлений это весовая без человека когда транспорт с зерном может двигаться двигаться полностью автоматически с системой там светофоров или шлагбаум взвешивание происходит происходит автоматически это кстати ответ на то что людей не хватает потому что вот ну реально у нас многие сельхозпредприятия они не могут найти весовщика то есть есть люди там из зарубежья до которые умеют копать больше они ничего не могут делать да а вот весовщики операторы весовых там какие то чуть более сложные профессии ну вот с этим проблемы поэтому мы много делаем в направлении того чтобы там где возможно полностью автоматизировать весь процесс это касается в том числе там и весовых там и складов и так далее то есть тех работ где можно где 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 как бы нужно делать работа но ее делать некому зачастую по хранению зерна у нас есть решение тоже актуальная тема достаточно в текущее время потому что но кажется что зерна много и нужно следить за температурными режимами у хранения и вот то о чем я говорил это вот один из небольших примеров как собственно происходит потери да то есть вот когда мы говорим про то что на каждом этапе можно потерять вот конкретный пример обработали культуру в с нарушением температуры то есть химпрепарат при этом не подействовал на складе не оказалось достаточного количества чтобы повторить обработку потеряли 50 процентов урожайности вот она прямая прямая потерь то есть вот когда говорят про как где экономический эффект где экономический эффект от установки замков на двери да то есть что вы можете потерять если вы этот замок не поставите ну можете потерять кажется что все ну или много вот и это вот прямой эффект от использования цифровой системы управления потому что иначе это похоже на вождение с закрытыми глазами то есть вы не понимаете толком экономику вы не понимаете происходящего вы рискуете потерять все что есть ну в данном случае на поле и вот такие же проблемы происходят на всех этапах работ как уже до меня говорили да то есть это и на севе и на уборке и для этого у нас также предусмотрен много инструментов которые позволяют это все контролировать в реальном времени очень важный момент это вовремя вовремя обнаружить все проблемы которые есть на поле при помощи специальных инструментов сервисов то есть погодные сервисы это спутниковые снимки это мобильные приложения и формирование автоматических уведомлений о любых нарушениях то есть это не то что нужно постоянно сидеть в системе смотреть а эти уведомления могут прийти в telegram на почту виде смс и обо всех негативных ситуациях когда что-то идет не так ведут оповещение это вот пример как раз как выглядит мобильное приложение для осмотра поля в которой можно занести что что на поле обнаружено какие проблемы и потом эта информация стекается в центральную аналитику и позволяет принимать решение опять же еще один момент вот как я говорил уже есть затраты есть предотвращение рисков и есть правильное планирование то есть вот то что позволяет оптимально распорядиться тем земельным банком которые есть на текущий момент используя следующие критерии то есть это агрономические критерии то есть как можно чередовать культуры правильно это финансовые критерии естественно что получается в итоге выгодно и из по критерии исполнимости инженерных да то есть наличие техники наличие людей а хватит ли мне ресурсов чтобы выполнить свой план и вот у нас есть инструмент который позволяет это комбинировать и построить наиболее оптимальный финансовый план для получения максимальной выгоды с имеющихся гектар и вот то что я говорил 300 три фактора основных это снижение затрат важный момент ну вот у нас там опять же тут немножко такой сценарий что не точно не сто процентов вероятности то что внедряя систему вы снизить конкретные затраты да потому что если у вас этих потерь сейчас нет допустим там что-то ведется идеально вы не здесь не сэкономить но есть принцип что наблюдая за показателями вы автоматически их улучшаете это вот касается снижения расходов на гсм на семена на удобрения второй момент это повышение производительности это прямо в обычный прямой эффект потому что наблюдая за тем как выполняются работы сколько в день и простая простой сколько эффективное время работы техники и персонала в смену и это вот тот показатель с которым можно очень эффективно работать то есть там чуть ли не удваивают производительное время в смену это прям прямые цифры ну и естественно вот один из основных факторов это предотвращение рисков потери то есть я так по ним понял из предыдущего доклада что там да там 30-40 процентов мы теряем зачастую выражайности которые могли бы заработать и сейчас стратегия во многом базируется на том что все-таки сельское хозяйство это бизнес и есть некий план когда мы планируем определенные затраты и определенную выручку и вот тут самое самое важное в этой стратегии это получить ту самую выручку то есть тут урожайность которые запланировали то есть не надо больше но не надо главное меньше для того чтобы выполнить свой план нет прекрасно если будет больше главное чтобы не было сильно меньше вот это вот вот задача сейчас эффективного бизнеса надежного бизнеса она в том чтобы получить то что запланировано то есть и рекорды в данном случае они как раз скорее контрпродуктивно потому что они ну рискованно то есть мы увеличиваем затраты на рекорды до допустим влаги не хватает и все и теряется результат теряется экономически вот собственно вот четвертый момент который я говорю за экономически да это правильное планирование правильное распоряжение земельным банком все у меня все спасибо спасибо и я знаю что есть в зале специалист представитель хозяйства которые используют этот продукт добрый день приветствую всех спикеров и участников начну начале я хотел поблагодарить евгения владимировича за опрос которую он провел я впервые за последние восемь лет увидел на одной странице всей системы которые приходилось тестировать и как и пробовать и даже использовать мы остановились на агросигнале история взаимодействия наши начинается с 2017 года да но здесь я еще раз вернусь к этому списку если посмотреть перечень проанализировать все что там было указано их эти типы систем на тот момент можно было да и сейчас разделить на три вида это учетные системы геоинформационной системы и агрономические скажем тогда которые ну на тот момент они были по разным блоком почему агросигнал мы выбрали потому что система мониторинга и желание развивать сторону агрономическое больше скажем так в системы управления сельхоз предприятиями сейчас модно называть это farm management system мы выбрали в качестве партнеров агросигнал и не ошиблись сегодня эта платформа полноценно объединила все в себя все эти три типа систем и нам уже позволяет получать тот набор данных которые накан на основе которых мы можем делать анализ но сегодня у нас активно внедрены блоки учета гсм если сегодня мы говорим о гсм то сейчас практически это уже считается что в прошлый век да об этом уже если 5-7 лет активно муссовались вот это дуты и все остальное трекеры учет гектаров то есть это уже сегодня реализовано и работает на чем бы хотелось остановиться это те блоки которые мы внедряли в прошлом году и ввели производство это диспетчерский наш пункт работающий круглосуточно мы начали использовать диспетчеризацию простоев вот недавно на прошлой неделе все сформировал отчет за весь сезон по одной культуре и когда видишь эти данные обезличенные они руководитель будет впечатлен и мы будем двигаться в этом направлении потому что мы увидели те узкие проблемы о которых предыдущий спикер показал презентации к сожалению у меня нет подготовленных мы вчера договорились о выступлении я подготовил показал но все видно прозрачно где не хватает бензовозов где стоит на какой тип техники больше всего ломается где проблема именно механизатора где в нехватке управленческих решений со стороны агрономов бригадиров логистов то есть все это видно прозрачно эта система агросигнал благодаря той организации сбора информации ввода позволяет это анализировать и отслеживать я подчеркну в онлайн режиме то есть мы сегодня видим как есть в эту минуту не ждем сводки хотя сводка у нас есть но со следующего года очень надеемся что она вот это экселевский сбор данных по ватсапу уйдет в прошлое и мы про синхронизацию с 1с это тоже как бы вообще сейчас об этом никто не говорит это уже все реализовывают ведем учет материалов начали интегрировать тоже получать данные чтобы агросигнал когда в поле агронома открывать чтобы он видел какие материалы какие виды семян какие сэзер использовались конкретно поле то есть мы сделали агронома уже мобильным тестировали активно показали эффективность системы скаутинга в полях она скажем так серьезно в этом направлении в мобильных приложений агросигнал сделал большой шаг вперед по сравнению с тем что было в начале и уже полноценно мы утверждаем что она позволяет применение его в производственных масштабах как бы и почему инфобиз инфобиз сегодня это на мой взгляд единственная айти компания которая создавалась и реализует информационный продукт создают информационный продукт если у всех остальных у большинства это как пятое колесо в телеге эти ребята прям все у них настроено под производство информационного продукта поэтому сегодня это наш надежный партфель партнер который сделал большой шаг в развитии от презентации от строк презентации они сделали реальную вещь которая сегодня работает и как показала практика да то что мы остановились на отечественном мы не ошиблись и локализация данных на территории россии тот момент как бы как бы не смешно звучало но дата центров работающих достойных на нашей территории не было все размещены были на прибалтике и в европе но мы выбрали лучше свой на здесь с перспективой но и не ошиблись в этом направлении то есть ну во всех направлениях где была заявлена наш партнер подтвердил свою способность реализует наши идеи все стороны а